Всем привет, дамы и господа, с вами SilentTip и в этом видео я расскажу вам, как в программе SketchUp создать зеркало вот с таким отражением. Если вы обратите свой взор на глянцевый пол, то заметите, что там тоже есть отражение. Вся комната отражается в полу. Сделал эти отражения я без использования каких бы то ни было плагинов. Думаю, вам известно, что в SketchUp нет поддержки отражений. И создать реальные отражения я ну никак не мог. Данные отражения, которые вы видите здесь, это иллюзия, основанная на обмане зрителя. Покажу вам в чем фокус. Если я подниму камеру вверх, то за этой ванной комнатой будет находиться еще одна точно такая же ванная комната. И зеркало в данном случае это никакое не зеркало, а окно в соседнюю комнату. Зритель через полупрозрачное окно видит соседнюю комнату и у него создается четкое ощущение, что он смотрит в зеркало. Отражение в полу создано по тому же принципу. Пол имеет полупрозрачность и под ним находится точно такая же комната, перевернутая вверх ногами. Продемонстрирую вам, как это делается. Скрою копии комнаты. Оставлю только оригинал. Ванная комната у меня это цельный компонент. Советую вам тоже использовать именно компонент. Так, если вы измените одну из копий комнаты, все остальные копии изменятся точно так же. Что касается зеркала, то оно, как вы видите, теперь ничего не отражает. Вместо этого оно стало почти полностью прозрачным. Зеркало у меня залито вот такой текстурой. Прозрачность любому материалу вы можете задать в окошке материала в SketchUp. Там загляните во вкладку «Редактировать». Нижний ползунок как раз и отвечает за непрозрачность материала. Значение 100 – это полностью непрозрачный материал. Значение 0 – это абсолютно прозрачный материал. У меня этот ползунок установлен на значение 28%. Да, и очень важно, если вы тоже захотите сделать такое же отражение, как сделал я, не забудьте закрасить полупрозрачным материалом и обратную сторону зеркала. Без этого прозрачного окна с двух сторон вы не получите. Соседнюю комнату просто будет не видно в зеркале. В моей ванной комнате уже все настроено как надо. Зеркало и глянцевый пол имеют полупрозрачность. Выделяю компонент ванной комнаты. Затем выбираю инструмент перемещения и нажав один раз Ctrl – копирую комнату в сторону. Далее правый клик по копии и в появившемся меню выбираю «Отразить по» зеленая ось компонента. У вас это не обязательно будет зеленая ось, может быть и красная. Инструментом перемещения совмещаю обе половины, а затем делаю между ними небольшой зазор в один сантиметр. Зазор нужен для того, чтобы стены не прилегали друг к другу вплотную, иначе получится мерцание разноцветных поверхностей. Как видите, отражение заработало. Проделаю ту же операцию снизу, только на этот раз отражу копию не по зеленой, а по синей оси. Готово. В полу теперь тоже появилось отражение. Как видите, способ создания отражения примитивен, но несмотря на свою примитивность, результат получается шикарным. Из недостатков таких отражений отмечу, что работают они только с плоскими поверхностями пола, потолка или настенного зеркала. Создать отражения в более сложных выступающих объектах не получится. На этом у меня все. Надеюсь, такой способ создания отражений вам когда-нибудь пригодится в работе. В следующем своем видеоролике я расскажу вам, как создать настоящее отражение в зеркале при помощи плагина V-Ray 3 для SketchUp. А пока я готовлю это видео, вы можете посмотреть другие мои ролики, посвященные SketchUp, которые уже вышли на канале. Например, видео о том, как создать SketchUp-освещение без использования плагинов. Или видео о том, как изменить угол обзора камеры. В конце хотелось бы поблагодарить Дмитрия П. и Татьяну Тимошенко за щедрые денежные пожертвования.